На втором Владимирском озере прошел трехдневный фестиваль «Мойка мотоциклов-2012». На байкерский праздник помимо амурчан приехали мотоциклисты из Хабаровска, Владивостока, Находки и даже из Украины. Самым зрелищным мероприятием, как всегда, стала сама «Мойка мотоциклов». Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Девочки, вперед на мотоцикле! Ведеры и губы хватит на стен! Девчонки! Вначале на призыв помыть мотоциклы откликнулись только две девушки. Все как положено в купальниках с ведрами и губками. Уже позже к ним присоединились остальные. Причем уже независимо от пола и возраста. Вода и пена сделали свое дело. Кстати, на форумах некоторые амурчане откровенно недовольно высказывались по поводу традиционной мойки. Якобы грязная вода с мотоциклов стекает в озеро, засоряет амурскую природу. Мотоциклы тут, они не грязные. Они на самом деле уже чистые. Но сама тусовка как бы называется бикини-байк-вош. То есть это пена, вода, зрелищность и ничего больше. Грязные мотоциклы мы не моем во Владимирских озерах. На Благовещенскую мойку приехали байкеры из Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Находки и даже из Донбасса. Причем все добирались исключительно на мотоциклах. Никаких грузовых перевозок. Андрей из Находки сразу отметил душевный прием и качество дорог. Проскочили тысячу миль, но не совсем без происшествий. Маленькие происшествия по дороге были. Все-таки дороги у нас не немецкие, далеко не немецкие. Лучше всего за дорогами следят в Приморье и у вас в Амурской области. Хабаровские дороги откровенно ужасные. По пути в Благовещенскую мотоцикл Андрея треснуло крыло. Но даже эта неприятность, признается байкер, не сравнится с амурскими насекомыми. Самое главное происшествие за всю дорогу было, это просто какие-то атомные комары в вашем районе. Едешь, рот открыл пять минут и все, и наелся. По традиции байкеры призывали девушек раздеться. Пытались мотивировать. На этом можно сэкономить. Мы пытаемся, чтобы хоть кто-нибудь прошел топлес уже третий год. Третий год висит это объявление, что девушки, которые зайдут топлес, пройдут бесплатно. Ни одна еще не прошла топлес. Все предпочитают платить деньги. Тема этой мойки – терминатор, восстание мотоциклов. Ожидались и соответствующие костюмы. Правда, байкеры говорят, что их повседневная одежда, косуха и кожаные штаны и так соответствуют теме. Так что можно сказать, дресс-код соблюли абсолютно всем. Светлана Сотникова, Роман Юдаков. Новости дня. Информационное агентство «Порт-Амур».